Дух Святый взывает в наших сердцах Алва-Отче, и Духом Святым мы познаем единого истинного в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святого Духа. И я хочу всех нас помнить о том, что мы не сироты. И вот эта наша сиротливость духовная, которая сопутствовала многим поколениям наших людей, она может быть упразднена усилием веры. Для этого необходимо, конечно, требование своей души, своего ума и сердца перевести из этой области такой деловой и магической. Когда мы все время бесконечно своим скулением думаем, что вынудим Бога сделать нам хорошо здесь и сейчас. Но когда мы преклоняем колени, и один раз в году вся церковь в день Пятидесятниц просит, просит под едиными устами, едиными сердцами, во всех храм православных преклоняются колени, то мы слышим это прошение. Два прошения. Одно об усопших. А второе о том, Господи, подай мне все во спасение души. Твои дары во спасение души. Твоя жертва. Все домостроительство твоего спасения, все твои дела великие ради человека, во спасение человека, а не для того, чтобы мы удачно сбывали недвижимость, меняли автомобили, выходили замуж. Хотя это наши потребности и очень часто вот эта иерархия такая ценностная, да, она переворачивается. И человек становится, и даже христианин, становится похож на Остапа Бендера, который говорит в данном случае Богу о случае книги своему подельнику Шуре Балагану. Шура, я взял бы частями, но мне нужно все сразу. Вот мы не можем, да, это кощунственно, вот, строить взаимоотношения с Богом, как два мошенника. Потому что дела Божии великие, и мы говорим, великие и ужасные, потому что эти дела потрясли мир, изменили его, и мир может меняться. Если чадо Божие будут взывать к Богу и просить единого на потребу, благодати Духа Святого, все остальное приложится, все остальное является частью нашей повседневной жизни. И если наши сердца будут полны благодати, то и все остальное будет иметь значение. Если наш опыт нашей молитвы будет нас объединять, укреплять наши семьи, исполнять наши сердца любовью. Если этот опыт нашей молитвы позволит нам построить храм, да, все остальное, с чем мы сейчас соприкоснетесь, тоже будет иметь смысл и значение. И в этом смысле за порогом храма наш праздник продолжается, потому что мы знаем, что Дух творит в себе форму. И мы прославляем Бога разными способами. И вот все то, что встретит нас, а именно ради всех, кто почитает триединого Бога, всех, кто дерзает исповедовать единым истинным Бога, Богом Святой Троицу. Вот это торжество. Торжество того, что мир вернулся или способен вернуться к первоначальному замыслу о нем Творце. Через человека. Ветхий Адам не исполнил этой миссии. Эта миссия исполнена в новом Адаме, в Иисусе Христе, Господе нашем. И эта миссия может быть исполнена, мир может быть возвращен Богу в благодарении каждому человеку, который добровольно, с любовью, смирением покорится воле Божией и свою жизнь, самого себя, всю жизнь свою Богу в руки придаст. Свою жизнь посвятит служению. И это, как разумевается, не священническое служение, не только церковное служение. Да, на любом месте, на любом месте, чем бы человек ни занимался, он может прославить Бога, он может своими делами хулить Бога. В этом дар свободы, в этом наша драма, в этом наше счастье, в этом великое подтверждение нашей подобности, богоподобности, богообразности. Да, несмотря на то, что мы слышим сегодня, что может быть только в этой молитве коленопреклоненной и остается последний рубеж достоинства человека. в крематории табличек таких не лисит с такими словами. В спецкомбинатах, кроме пластмассовых цветов, не скажут о том, что и смерть это благо. Просто сберут еще денег. Вот надо понимать, слушаясь слова молитв. Церковь и ее молитва, и молитва коленопреклоненная оставляют нам вот эту последнюю возможность к самоуважению. И не просто к самоуважению, но и к уважению любой человеческой природы, плоти. Вот дар священной жизни, об этом много говорят, но переживать жизнь как священный дар Божий может человек, который знает истинного Бога. Я желаю, чтобы мы исполнились во все дни нашей жизни вот этого обилия щитрот и благодати, потому что Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, и через него в таинствах церкви Дух Святой действует в нас. Это действие может быть только лишь закрытого человека его сознательным, дерзким грехом, нежеланием подчиниться воле Божьей. Подчиниться – это значит принять, подобно тому, как подчиняются супруги друг другу. Так и душа человеческая. С праздником! Все остальное, да, вот за, с внешней стороны вокруг храма, все для вас, ради вас, ради наших детей, да, и сегодня будет все очень долго, поэтому вы можете пойти отдохнуть, потом вернуться, вот, а мы будем продолжать и славить имя Триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Духа, который ходатайствует за нас, это наш адвокат, раклид, ходатай, тот, кто ходатайствует, тот, кто предает нам силы, тот, кто очищает нас при нашем согласии, исповедании, от грехов, от тьмы, то есть гоняет всяческую тьму из наших самых глубоких, затаенных наших греховных глубин. Души Святые, не оставляй нас во все дни жизни нашей. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!